Здравствуйте! Как планируются работы по благоустройству, как они реализуются и что меняется за летнее время? Об этом говорим в нашей студии заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Виктор Нинашев. Виктор Евгеньевич, здравствуйте! Давайте в целом обозначим, что такое работы по благоустройству, по каким направлениям они ведутся и что специалисты Департамента реализуют. Благоустройство осуществляется практически всех территорий городского округа, включая дворовые территории, территории общего пользования, автомобильные дороги. То есть если для дворовых территорий у нас относятся компетенции внутригородских районов, то непосредственно общественными территориями, которые находятся в городе автомобильной дороге, занимается непосредственно наш Департамент, в частности управление благоустройством также. А единая городская стратегия по благоустройству существует и как она определяется? На что направлены все эти работы? И чего горожанам ждать в соответствии с этой стратегией? С учетом действующих программ комфортная городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги, основной упор делается на обеспечении комфорта и безопасности граждан на территории общественных пространств и автомобильных дорог. То есть эти программы, они между собой коррелируют, то есть мы стараемся совместить, как можно это сделать, это общественное пространство, которое приводится в порядок, делается более благоустроенным, приспособленным для отдыха граждан. Ну и, соответственно, улучшение состояния автомобильной дороги, к нему примыкающей. Так как, в принципе, сам безопасный отдых на той же там сквере и парке, он предназначает возможность также безопасно к нему прибыть и из него уехать. То есть стараемся совместить эти две программы направленных деятельностей, чтобы все это было в комплексе. Да, по большей части стараемся, чтобы это все пересекалось, потому что, сделав красивый участок земли в одном месте, но когда кругом разруха, это уже не видно самого результата. То есть можно сказать, что это некая целостность, да? Вот вы стремитесь к охвату, к как можно большему охвату территории для того, чтобы... Максимальная задача, цель – это охватить все, что находится в округе, чтобы уже, как говорится, сделали, сдали, и вот она, пользуйтесь, люди, и желательно не ломайтесь. У каждого сезона есть своя специфика, и думаю, что на летний сезон как раз приходится такая львиная доля по благоустройству, потому что тут все располагает, и тепло, и... Ну, летний сезон, он еще и называется строительный сезон, то есть это в основном идет, ну, в зависимости от погодных условий, с середины, апреля, либо с начала мая и по конец октября. То есть период, когда возможно производить любые строительные работы, как с бетоном, плиткой, так и с асфальтом и так далее. То есть основные строительно-монтажные работы планируются на этот период и выполняются. А в периоды уже у нас осенние и зимние планируются такие работы, как высадка деревьев. Это обычно делается уже конец октября-ноябрь с корневой системой, уже сформировавшись для того, чтобы деревья лучше приживались. Либо ранняя весна первая, как только сошли снег. То есть когда вегетация у растений минимальна, то есть они с максимальной сохранностью переносят пересадку. А как при планировании сами жители, горожане участвуют, они могут как-то вмешаться в процесс? Как проводится такая вот обратная связь? Сам порядок формирования объектов в рамках комфортной городской среды предзумевает это желание населения. То есть проводится районами голосование, какие общественные территории на будущий год планируются в ремонте. И по его результатам определяются объекты. То есть чем активнее горожане, тем большая вероятность, что именно вот эта территория, участок... Конкретные участки, которые они хотят, они будут включены в планы по ремонту благоустройства. Вы сказали, о безопасности здесь предполагается сотрудничество с органами ГИБДД. Как оно происходит? Как выявляются вот эти опасные участки? Еще какие-то аспекты, может быть? И вот в преддверии начала даже нового учебного года, может быть... Ну, взаимодействие с надзорным органом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, то есть госинспекция как города, так и области, в принципе, у нас осуществляется ежедневно, можно так сказать. Потому что еще в городе достаточно много дорог, которые не прошли через комплексный ремонт, когда в рамках ремонта пересматриваются организации движения, устанавливаются знаки в полном объеме, соответственно, дислокации, то есть работы много. Учитывая то, что у нас достаточно часто вносятся изменения в национальные стандарты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, предусматриваются новые виды мероприятий, которые не были вообще. То есть по мере необходимости, возможности финансовые мы их реализуем. В общем порядке основной объем работы, который предусматривается на следующий год, который предлагает нам ГИБДД, он определяется где-то в начале года, в феврале, в марте. То есть по итогам прошедшего года сотрудниками ГИБДД ведется анализ дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, выявляются места, в которых пострадало там 3 и более человек, то есть концентрации, по месту определяются возможные причины этих происшествий и предлагаются мероприятия для того, чтобы производить дальнейшими данные ДТП. То есть это один комплекс мероприятий, который они разрабатывают. И второй комплекс, это в рамках программы безопасной и качественной автомобильной дороги, это уже участки, которые хоть и не являются очагами ДТП, но по мнению ГИБДД, ну и в принципе, можно сказать, по специалисту в мнению, необходимо было там проводить некоторые виды работы по изменению нислокации дорожного знака, изменению конфигурации светофоров и так далее. То есть это вот два основных объема работ, которые идет в начале года. ГИБДД предлагает к реализации. Соответственно, на основании их планируется работа, исходя из бюджета. А вот какие виды работы? Ну, разметка мы все знаем. Ну, разметка это больше, можно сказать, какой-то обязательный элемент дороги. Хотя я так понимаю, что объемы у нас пока, мы не в состоянии охватить весь город. У нас ежегодно пока наносится порядка 66-70 тысяч квадратных метров. А в процентном отношении это вот сколько дорог задействовало? Так вот, чтобы мы понимали. Так, если в процентном отношении мы захватываем порядка 60-70 процентов. То есть, ну, ежегодно мы стараемся увеличить эти объемы, потому что много дорог отремонтировано в прошедшие годы, ремонтируются в этом году. И чем лучше покрытие, тем выше скорость на нем движения. И разметка является необходимым условием обеспечения безопасности дорожного движения. Поэтому департаменты с года в год наращивают эти объемы, чтобы, по крайней мере, успевать за объемами ремонта, и чтобы уже дороги, выходя из ремонта, были в соответствии требованиям безопасности. Основные мероприятия, которые нам предлагают ГИБДД, это дознащение уличной дорожной сети знаками пешеходный переход, обустройству их, для того, чтобы были видны лучше. То есть, дублирование знаков на проезжей части, что предусматривает, соответственно, изменение самих опор. Мы ставим высокие трубы, с возможностью то, чтобы издали, был виден знак. Изменение границ пешеходных переходов, то есть, либо сужаем зону пешеходного движения, чтобы пешеходы проходили, установка пешеходных удерживающих ограждений, где это требуется ГОСТ, ну и введение светофорного регулирования на отдельных перекрестках. Появляются новые модели светофоров и со звуковым сопровождением, и мекающие. Вот эта тенденция будет продолжаться? Будут ли меняться вот уже те классические светофоры? Или, в принципе, не на каждом нужно устанавливать какие-то суперсовременные? Дело в том, что, в принципе, светофор как таковой не меняется. Он как конвенция о правилах дорожного движения определен, это три цвета, так он исчтует. Да, меняются именно сами светофоры, их техническая реализация. Модели, так скажем. Да, сейчас мы используем только светодиодные панели. Они характеризуются тем, что намного энергоэффективнее ламповых светофоров. Вот, и сигналы светодиодных лучше различаются даже на ярком солнечном свете. То есть, уже давно мы используем только светодиоды. Плюс, в соответствии с изменяемыми требованиями национальных стандартов, у нас уже в городе появляется достаточное количество светофоров, так называемые Т7 модели. Это светофоры, которые устанавливаются на ныне регулированных пешеходных переходах, желтого цвета, мегающие, однозначные для привлечения внимания водителя к пешеходному переходу. Если продолжить тему безопасности, детской безопасности, учреждения образовательные, где учатся или ходят в садики дети, что предполагается в связи с этим на дорогах? Значит, у нас есть отдельные требования по национальных стандарту по обеспечению оборудования пешеходных переходов и установке дорожных знаков в районе учебных заведений, имеющих непосредственный выход на проезжую часть дорог. В рамках этих мероприятий в обязательном порядке на этих участках установлены дорожные знаки внимания детям, рекомендуемая скорость 40 км в час. Все эти знаки дублируются дорожной разметкой, дети. Плюс к этому на данных пешеходных переходах, где непосредственно выход требований подразумевают установку, как я уже сказал, светофоров Т7, желтых и мигающих. В этом году мы постарались по максимуму закрыть все объекты, которые нам предписывало ГИБДД по оборудованию школ. У нас установлено 23 таких объекта на этот год, то есть так много мы еще не ставили никогда. Но хотя в этом году мы вообще много светофоров поставили. И плюс по учебным учреждениям, где школа непосредственно выходит на проезжую часть, это требование наличия пешеходных ограждений по 50 метров в каждую сторону от пешеходного перехода. К сожалению, здесь у нас еще есть большой план работы на будущем. Мне необходимо еще порядка 13,5 километров ограждений ставить. К сожалению, это объем большой, но мы планируем на следующий год уже немножко пересмотреть объемы, немножко снять светофоров и постараться закрыть эти участки ограждениями в полном объеме. Аналитика какая-то производится. После установления принятых специальных мер по безопасности, уже аварийность снижается? У вас в этом отношении есть сотрудничество с ГИБДД? В этом, конечно, есть. Как я уже говорил, что сотрудниками ГИБДД по итогам года ведется анализ дорожно-транспортных происшествий, определяются очаги. При этом анализ ведется по году в целом. И если говорить, что, допустим, по итогам 2018 года выявлено было по городу 51 очаг, где совершаются дорожно-транспортные происшествия, то по четырем из этих очагов, в принципе, никаких предложений не поступило, потому что фактически мы в конце года там реализовали мероприятие по строительству, где светофоров, где установки знаков и тому подобное. И получилось так, что весь объем аварийности, который был в 2018 году, пришелся на первые половины года, а после мероприятий данных ДТП уже не было. То есть это, примерно, вот мы ставили светофор на Воронежской, Вольской, рядом с учебным заведением, еще несколько объектов. То есть практически исключило факт ДТП на этом участке. То есть эта работа идет постоянно с ГИБДД, и когда действительно уже в процессе, в течение года выявляется факт, что на каком-то участке происходит достаточное количество ДТП, то здесь в данном случае применяются экстренные меры. То есть вместе с сотрудниками ГИБДД на место выезжаем, принимаем решение, что можно сделать непосредственно в данный момент, и это реализуется. Да, ну я знаю, что вы и с общественными организациями сотрудничаете. Вот как выстраивается это сотрудничество, и чем они полезны, вот эти организации, чем они могут помочь? Там какие функции, контролирующие еще какие-то, может быть, предупреждающие? Ну, хотелось бы отметить, что у общественных организаций зачастую бывает немного посвежее взгляд на существующие проблемы. То есть иногда поступают действительно интересные предложения, которые как бы людям, даже не нам, даже сотрудникам ГАИ, которые постоянно с этим сталкиваются, как-то вот не приходило на ум, такое случается. То есть, вот, ну и фактически достаточно часто от общественников мы получаем замечания по тому, как работают подрядчики. Да. В том числе и по разметке, по знакам. Не секрет, что иногда они, имея на руках и схемы, ошибаются. Там не дочертили линию, там забыли сделать разрыв, разметки. Приемку работы мы осуществляем обычно раз в месяц, то есть когда они сдаются, а вот в процессе самой работы за ними достаточно пристально следят, и буквально в реальном времени недостатки к нам поступают. Ну, вот один из примеров такого сотрудничества вы сейчас увидите в сюжете, а потом мы продолжим разговор. Пешеходные переходы, которые располагаются на улице энтузиастов, всегда востребованы у горожан. Эти дорожки ведут в Парк Победы. Здесь часто гуляют маленькие дети, подростки и люди пожилого возраста. По словам представителей ОНФ, такие переходы несут в себе опасность. Здесь отсутствует специальная разметка и уличное освещение. Нет разметки, нет освещения, соответственно. И вот буквально на днях скосили траву, можно теперь, по крайней мере, видеть, где хотя бы тротуар, как переходить и в каком направлении двигаться. Надежда Гавриловна живет рядом с проблемным пешеходным переходом. На водителя не жалуются, но зебра все равно вызывает у нее опасения. Конечно, разметка нужна, потому что, может быть, и не все знают, едут, кто-то новый, может быть, едет по этой дороге. А так, вроде, все нормально. Такого же мнения придерживаются и молодые мамы. На улице энтузиастов крайне оживленное движение, трафик большой. Дети должны чувствовать себя в безопасности, переходя проезжую часть. Разметка, конечно, нужна, потому что парк – это одно из часто посещаемых мест с маленькими детьми, поэтому это очень актуально. Ревизоры нашли схожие нарушения у парка Гагарина. По их мнению, пешеходный переход расположен очень близко к остановке общественного транспорта. Водители троллейбусов и автобусов перегораживают путь горожанам. Как минимум, для мам с колясками нет съездов на пешеходном переходе. Им неудобно передвигаться и подниматься. Также общественный транспорт, получается, наезжает на пешеходный переход, и люди не могут перейти дорогу. Стоит отметить, что состоянию пешеходных переходов в Самаре уделяют самое пристальное внимание. В том числе серьезную помощь городским властям оказывают и представители ОНФ. После рейда они отправят запрос в департамент дорожного хозяйства с просьбой устранить нарушения. Бывают такие неоднозначные ситуации, когда, кажется, вот все сделали во благо и как нужно, а потом появляются какие-то моменты, которые... Нет, просто иногда бывают ситуации, когда реальные условия требуют обеспечить наличие пешеходного перехода, но для этого требуется, кроме установки знаков, еще реконструировать саму дорогу. То есть требования к пешеходным переходам, их расположение относительно остановок, общественного транспорта, относительно перекрестков, они прописаны в ГОС. Но если у нас действительно идет пешеходный поток в этом месте, это вот конкретный момент, перестроить дорогу в любой момент нельзя, потому что это действительно большие уже затраты, это необходимо либо делать уширение проезжей части, переносить сами же остановочные карманы, полосы разгона для автобусов этих. То есть да, эти мероприятия проводятся впоследствии, уже после того, как пешеходный переход организуем, в рамках реконструкции либо капитального ремонта данной улицы, то есть либо в комплексном ремонте, что можно сейчас, допустим, посмотреть на улицы Старозагора и Победы. То есть необходимо в местах, где реально, да, был пешеходный переход, так поставили светофоры, но остановки разносины были неправильно. То есть в рамках уже самого ремонта дороги, остановки разносятся, делаются соответствующие заездные карманы, то есть все приводится в соответствии с ГОСТа. Это уже комплексные мероприятия, которые необходимо проводить, перестраивая саму улицу. То есть не всегда это можно сделать быстро, оперативно в конкретный момент времени. То есть да, таких участвов в городе много, особенно это касается старых улиц, которые строились еще по нормативам прошлого века. Требования, конечно, меняются со временем, если по наличию дорожных знаков, можно сказать, разметки, мы успеваем их закончить, то уже к самой конфигурации дорог мы приступаем уже в рамках ремонта улицы. Еще какие-то, вот если взглянуть на карту города, какие-то такие вот точки сегодня, которые требуют особого внимания и подхода, вы можете обозначить, к которым приступите, может быть, в ближайшее время? На следующий момент практически там большая часть объемов по именно работам по организации дорожного движения, она уже завершена. То есть муниципальный контракт по установке технических средств организации движения мы заключали в апреле месяц, в летний период. Включался все и строительство светофоров, и установку знаков, и синие разметки. На следующий момент практически все объемы выполнены. У нас там остался в планах сейчас один перекресток не реализован, это Зубчининовское шоссе, Днепровский проезд товарный, достаточно сложный, схема там достаточно серьезная, долго общались с ГИБДД, с ГИБДД, департамент транспорта по поводу реализации. Сейчас технические решения уже на выходе, мы планируем приступить к работе, мы где-то до конца сентября уже завершить его, и там будет светофор. Если в целом подводить итоги летнего периода, то что вы можете отметить по благоустройству в целом? Какой масштаб работ был проведен, вот как вы говорили, и в общественных местах, и на дорогах? Насколько вот проценты эффективности и результативности вы сами вот сможете оценить? Ну, в этот год объем был действительно большой, это и касалось и ремонта улиц, и благоустройства территории, достаточно посмотреть, как меняется та же самая Крымская площадь, как изменился у нас проспект Металлургов. То есть это видно в отражениях, как там сейчас уже люди, которые там постоянно живут, отзываются, смотрят, что вообще получается из того, что было. Это даже приятно слышать. Конечно. И если говорить тогда о планах на осенний период, то тоже там, наверное, существует своя специфика, и количество таких работ, наверное, уменьшается, да? Или нет? Ну, осенний период – это уже доведение того, что сделали за период лета к идеальному состоянию, то есть подборка некоторых там недочетов, проверка состояния именно фактического, как это все реализовано, если есть где-то, выявляются какие-то технические дефекты, устранение по гарантии, и уже с одной эксплуатации нового объекта, обеспечение его надлежащего состояния. Вот вашу работу, кто входит, вот с кем вы больше всего сотрудничаете по благоустройству, какие это стороны, и как выстраивается это вот взаимодействие, может быть, даже к горожанам обратиться. Часто мы вот двигаемся все одни в одном направлении, горожане там недовольные требуют, ГИБДД у них свои там установки, они вот хотят этого, департамент с другой стороны благоустройства подходит. Вот как какая-то вот должна быть общая, наверное, стратегия? Если говорить в части благоустройства территории, как она должна выглядеть внутри, то это большая часть мнения гаража. Если мы говорим, что про дорогу, как должен двигаться транспорт, это это решение ГИБДД. Вот опять же, все кажется, что разрознено, как вот все объединить усилия. Дело в том, что не всегда то, что удобнее, может быть безопаснее. Поэтому не зря же придумали правила дорожного движения, не зря прописано, что пешеходные переходы должны располагаться там не чаще, чем тебе пленка, а что-то метры с ним гоностроительства. То есть в данном случае безопасность, она превыше всего, и как прописано, что в 196-м федеральном законе о безопасности дорожного движения, то вопросы безопасности, они превыше вопросов этих... Комфорта и может быть... Ну, финансово-хозяйственной деятельности. То есть это важнее вопрос, его надо решать. И если правила дорожного движения написаны, они, как говорят в ГАИ, написаны же крови. Поэтому надо соблюдать их. Если пешеходный переход видно, лучше дойти до него и перейти. А бывают такие случаи, когда вот пешеходный переход устанавливается новый, но потом от него отказываются, потому что он не так... ну не то, что востребован, а как... получается, что... В настоящий момент для принятия решения об организации пешеходного перехода департаментом транспорта проводится исследование в данной местности. То есть настоящий стандарт говорит, что пешеходный переход должен быть обустроен в зависимости от интенсивности движения пешеходов на данном участке. То есть проводится исследование, считается, сколько пешеходов входит, засчитывается часовая интенсивность. Если действительно она совпадает с требованием ГОСТ, принимается решение о необходимости установки организации пешеходного перехода, готовится соответствующая схема, направляется в ГИБДД города, где они уже тоже сами рассматривают и принимают решение, что действительно все соответствует ГОСТу. Они утверждают ее и направляют в департамент городского хозяйства для реализации. Ну, нам необходимы, как вы сказали, в первую очередь, это безопасность, но все-таки еще люди хотят красоты. Мы видим, как Самара преображается с точки зрения даже озеленения и еще каких-то других объектов, которые появляются. Вот с этой стороны, как работает департамент, и вы тоже какие можете итоги подвести вот этого летнего сезона? Лично вы, как горожане, довольны тем, каким становится город? В этом летнем сезоне, как может быть в предыдущем, мы полномерно наращиваем количество цветов, которые у нас в городе. Да, да, да. То есть это касается и общественной зоны, и, соответственно, самая уличная дорожная сеть, на которой разбиваются клумбы, вывешиваются на ограждениях так же цвета. То есть данный вопрос у нас постоянно на контроле. Потому что вот даже если мы посмотрим на дороги, опять же, если к ним вернуться, то то, что прилежит к дорогам, вот эта территория, она тоже хотелось бы, чтобы она была там с газонами, ну пусть не с цветами, но все равно как-то уже оформлена. У нас достаточно много уличной дорожной сети, где на придорожных газонах, как называется, разделенных полосах, обустроены клумбы. То есть это начато не так давно, но мы продолжаем увеличивать, и это потихоньку распространяется, и уже из центра города перешло на край, и уже будет с промышленностью, мы местами засаживаем такие газончики, на Кирово и так далее. То есть этот процесс у нас постоянен, и цветные цветы, они украшают дорогу, можно так сказать. Хотя да, у нас отсутствует система полива на данных участках, приходится использовать для этого именно технику, которая поливомоечная. Занимается этим у нас в муниципальной предприятии Зеленхоз, и мы планируем, что с Кировым каждым годом цветов будет больше. А если вернуться к разметке, то техники как раз вот для того, чтобы эту разметку делать, достаточно? Вот парка какой? Ну, своей техники у города нету, мы разыграем торги, и, соответственно, подрядная организация, которая уходит на разметку, она пользуется своей техникой. Да, у нас некоторые есть наши недочеты, можно сказать, в текущем году, в части сроков нанесения разведки. Мы это учли и планируем, что в следующем году... Позно, да, в этом году? Где-то вот даже позже, по-моему, нанесение? Нет, в этом году у нас она получилась практически в два этапа нанесения. То есть это мая-июнь месяц, когда практически большую часть мы нанесли, и второй этап перешел у нас на август месяц. Немного это было связано с погодными условиями, потому что у нас был долгий период дождей с холодами, когда моя седьмая не была нанесена. Ну и плюс проведением ремонтных работ. Мы решили сейчас пересмотреть, чтобы на следующий год уже максимальный объем в июне месяце был закончен, по максимуму. И на остаток уже лет оставались лишь единичные объемы, которые связаны с конкретными участками уже по мере оперативной обстановки и сходящих условий. А разметку в дождь нельзя наносить, да? Сейчас вот в истории с асфальтом, да? Сейчас вот и в снег, и в дождь можно наблюдать такие картины. Какие-то технологии новые не используете? Современные термопластичные материалы, которые используются по разметке, холодный, горячий пластик в коне, позволяют его наносить на холодное покрытие, на мокрое. Надеюсь, что это будет в ближайшем будущем. Благодарю вас за беседу, всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин